Приветствую вас, я посмотрел ваш вопрос, предыдущий, который вы задавали. Сами вы пишете просто о том, что хотели бы найти психолога для того, чтобы проработать свои негативные установки, для того, чтобы как-то избавить себя от постоянного негатива, от того, что у вас очень много мыслей плохих, что вы никогда не улыбаетесь, и так далее, и так далее. А вы искали там психолога, и вообще говоря, вот знаете, ну вы там уже в том, в первом вопросе, вы выбрали лучший ответ, вот, но мне бы хотелось, наверное, на этом, вам зачитать некоторые моменты, значит, вы пишете, что я перестал, вот вы тут немножко ошиблись, я перестал способность радоваться жизни, мечтать, любить и так далее, а может не умел никогда. Причины, это мое детство, те установки, которые были даны родителями. Значит, во-первых, а первый, вот тут уже есть два момента, я не случайно начал именно с первого вашего вопроса, потому что, ну, в некоторой степени эти вопросы, и первое, и второе, они много похожи. Значит, первое, то, что, вот вы говорите, я потерял способность радоваться жизни, мечтать, любить и так далее. Вы говорите о том, что, может быть, не умели никогда, но вы, естественно, этого не знаете, вы не уверены. Ответственно, первый вопрос, вопрос ключевой. Второе, это с какого момента вы начали понимать, начали осознавать, что способности радоваться жизни, мечтать и любить вас нет. Что повлияло на это осознавание? Что повлияло на это понимание? То, что вы умели или не умели, не касаясь, но лучшее, вопрос немножечко другой, все-таки. Что именно повлияло на это? Это первый важный вопрос. Далее. Установки, которые были даны родителям. Ну, очень хорошо, что вы понимаете, что есть установки, которые родители дают. Но понимаете ли вы мотивацию, понимаете ли вы мотив этих людей, своих родителей? Понимаете ли вы, почему они хотят вам, хотели, точнее, вам дать эти установки? Понимаете ли вы степень осознанности того, что они вам давали? Степень осознанности тех установок, которые они вам давали? Как вы смотрите на своих родителей? В качестве кого вы их видите? В качестве именно родителей? Или в качестве, все-таки, по большому счету, ну, уже сейчас, как вы смотрите на них, как на людей? То есть, первая позиция, это когда вы осознитесь к ним, как ребенок к родителям, это означает, что вы чего-то требуете от них, причем требуете от них чего-то вы постоянно, то есть у вас постоянно потребность в том, чтобы чего-то от них требовать, даже сейчас, когда вы, может быть, с ними не общаетесь, но все равно, вот эта вот потребность, она и есть. И эта потребность, она продиктована, конечно же, обидна. То есть, ваши обиды не дают вам возможности ну, во-первых, отпустить негативные эмоции. Во-вторых, вы не понимаете причин, мотивов того, почему люди вели себя именно так. И далее, вы очень, может быть, что думаете относительно ваших родителей таким образом, что они специально хотели вам как-то вот навредить, специально хотели что-то дурное вам сделать, специально как-то вот вели себя негативно, потому что у них был умысел и так далее. То есть, вы не воспринимаете сейчас на данный момент своих родителей скорее всего так, как нужно. То есть, как именно людей, которые оказались в определенных обстоятельствах, которые оказались в определенном негативном положении, и которые из-за этого испытывали определенные трудности в жизни вообще. И вот это понимание, понимание этого момента, понимание вот этих основных идей пока что без конкретики, это первое, что вам нужно понять, первое, что вам нужно делать в счастье своего мышления, потому что в противном случае, если у вас не будет вот, ну, такого внимания и такого настроя, такого направления в контексте своего отношения к ним, то и успешность деятельности, успешность работы можно будет ставить под угрозу. Важно понимать, что у вас следующий вопрос касается только родителей. и безусловно там вы как будто бы немножечко конкретизируете то, что сделали вам плохого родителя. И об этом по тому, что вы конкретизируете, я, наверное, скорее всего еще скажу. А пока давайте мы перейдем с вами к следующему моменту, который вы пишете. Значит, а также мое нежелание неспособность что-то менять. Вы пишете мое нежелание дрот, неспособность менять. И видите ли, тонкость вся в том, что нежелание что-то менять. Особенно если вы чувствуете, что менять что-то надо, потому что нет у вас того, чего бы вы хотели. да, и это защитная реакция. То есть нежелание что-то менять, это защитная реакция вашей психики, которая преследует цель, я вам скажу какую. Значит, ваша защитная реакция в данном случае преследует цель достаточно простую эту цель показать, доказать вам, доказать может быть самому себе, что вы действительно не можете что-либо изменить в своей жизни. То есть именно вот это невозможно. Вам проще думать, что вы не можете что-либо изменить, чем понимать, что вы можете что-то изменить, и тогда получается, что вы ничего не меняете не потому что не можете, а потому что не хотите, или потому что вам удобно. Вам удобно жить, находиться в той позиции, в которой вы находитесь сейчас, и живете сейчас. И вы может быть и хотите что-то менять, но плюсы, которые вы видите, они просто-напросто не перевешивают тех плюсов, а точнее образов, 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 тех плюсов, которые есть у вас сейчас. И чем лучше вы поймете необходимость, ясность, нужность изменений, тем быстрее вы опознаете, что вне зависимости от того, есть ли ваша способность менять или нет, желаете вы это делать или нет, а вам это делать нужно. И вот когда появится это слово нужно, когда вы поймете, что все зависит только от вас, когда вы увидите, что мнимые плюсы вашего настоящего положения, а они безусловно есть, какие-то, потому что что-то вас удерживает в этом состоянии. Мнимые плюсы это всего лишь то, что вам кажется, в внешний год появится желание что-то делать. Да, вполне возможно, что без внешних средств у вас этого сделать не получится. Вполне возможно, что у вас есть элемент проксинации, например, то есть отдаление, откладывание постоянно того, что нужно сделать. И это проблема внимания. И вниманием работать нужно, к сожалению, очень тонко, бережно, очень осторожно, потому что внимание это один из самых сложных для изучения и для работы асфер. Дальше мотивы и то, что вы хотите получить. Не ожидание, а пока ожидание это то, что вы думаете получить в любом случае, а именно понимание для чего, для чего вы хотите менять. вот вы говорите наше вы говорите я пытался позвонить транс в жизни мечтать любить. А то есть вам нужно радоваться жизни и нужно мечтать. Но проблема в том, что если есть мечты, то вопрос мечтания не стоит. Если есть любовь к себе, то вопрос любви тоже не стоит. свободное реализация и свободное проявление вашей субъективной активности, то проблема радости жизни, вопрос радости жизни тоже не стоит. Поэтому для начала давайте подумаем, что мешает вам мечтать, что мешает вам любить и что мешает радоваться жизни. То есть мы не будем говорить о том, как восстановить способность радоваться жизни. мы будем говорить о том, что вам мешает это делать. Сталя, вы живете в негативных мыслях. Мне страшно постоянно. Я сам себя за что-то осуждаю. Так, ну страшно вам постоянно. От чего, за что и почему не очень это понятно. То есть чего именно вы боитесь. То, что вы сами себя осуждаете, это чувство вины. И чувство вины навязывается всегда обществу другими людьми для того, чтобы вами манипулировать. А чувство вины как ими это по сути делом несения, ну ось как, выдваливание за себя ответственности за то, за что вы не ответственны. По сути дел. И нужно понимать, что обсуждать себя за что смысла нет. Вы либо можете что-то исправить и сделать это для того, чтобы считать неправильным. Либо не может. Но осуждение себя, простое осуждение это по сути проекция осуждения других людей. Потому что если человек изначальным естественным образом осуждает себя сам, то он осуждает сам себя за какой-то поступок, за какое-то поведение, и он всегда может это исправить. Ну так или иначе купировать. Если вы себя за что-то осуждаете, значит имеет место быть что? Фрустрация. Другое дело, какая она? Настоящая? Иллюзорная? Если это настоящая фрустрация, то нужно думать, как завершить то, что вы не завершили. Если это иллюзорная фрустрация, то нужно показать, что это перенос на вас. Например, незавершенных действий ваших родителей, допустим, и так далее. То есть этот момент тоже нужно разобрать, ну, предмет того, что вы осуждаете себя постоянно. я не знаю, возможно ли стать счастливым. Ну, знаете, возможно ли стать счастливым, мне кажется, слишком много об этом думаете, о том, чтобы стать счастливым. Дело в том, что счастье, так же, как и любовь, так же, как и творческий процесс, ну, я имею ввиду творческий успех, он не гарантирован никому. Вот это нужно понимать, что есть вещи, которые не гарантированы вам. И если вы тратите свои силы, свои ресурсы на то, чтобы этого хотеть, но при этом вы не делаете ничего, а именно хотите, то, что вы хотите быть счастливым, то, во-первых, что вы делаете? Вы тратите свою энергию впустую уже на желание какую-то часть энергии выбрать или своего творческого потенциала, и это уже снижает вероятность того, что вы обретете счастье, любовь и так далее. во-втором, второй аспект, он касается того, что когда человек именно хочет, он говорит, я хочу любить, я хочу там вычислил. вопрос, для чего это неестественно, когда вы говорите, что я хочу, потому что, поскольку это вам не гарантировано, то и зависеть от этого нельзя. Любовь это как бы неестественное развитие, естественное развитие ваших отношений с людьми, ну, с партнерами, в личной сфере и так далее. Вы никогда не знаете, будет ли у вас любовь с тем или иным партнером. Но она обязательно рано или поздно появится, если вы будете вести себя активно с партнером. Но изначально рассчитывать на нее значит использовать и любовь, и счастье как средство для получения того, что вам нужно. И это не есть хорошо, потому что превращается подобная любовь, подобное чувство превращается в некий такой расчетливый план. Понимаете? И в итоге вы либо подгоняете постоянно под свой идеал людей и самого себя, при этом не позволяя себе быть собой, делать то, что вам хочется, вы руководствуете своими потребностями, именно вот по отношению к другим людям, что однозначно плохо, и по отношению к себе, если какая-то идея доминирует, вы начинаете руководствовать своей идеей, но перестаете пригласиваться к себе и к своим желаниям, это очень плохо. Надеюсь, эту разницу вы тоже сможете осознать. Далее, мои родители так себя вели, пищевые, в детстве, так как Россия это место, которое опасно не только для своих жителей, а также для планет, где нависают законы, подправятся права и соборы. Ну, вы знаете, если у вас политический контекст идет, то есть получается, что вы обвиняете родителей сперва, родители, по вашему мнению, вели себя так, потому что Россия плохое место, вы обвиняете теперь уже и Россию. И вы знаете, не споря с вами, не уступая с вами в спор, по этому вопросу, я, как сказать, так, что ответственность ваших родителей это только их ответственность. И винить, винить себя, винить кого-то другого, винить, ну, например, страну, это, мягко говоря, ни к чему не приведет. Ну, вот, обвиняете вы страну перечисляете вы, что в ней не так. Хорошо. Но изменить этого что-то может? Вряд ли. Родители могут что-то изменить? Вряд ли. Так, и что? Только потому, что в стране происходят какие-то неприятные процессы, и люди тоже должны вести себя плохо. Я не думаю, что это есть поведение людей, которые знают себе цену, которые уверены в себе и любят себя. Понимаете? Получается, вы говорите про людей, своих родителей, как про людей сломленных и слабых. Но сломленные и слабые люди не потому, что они вот такие. Не потому что страна такая. А вот они позволили себя сломать. У них было что-то, что позволило себя сломать. Ведь в стране по большому счету все равно. У каждой страны есть своя политика, у каждой страны есть свои проблемы, у каждой страны есть свои какие-то негативные моменты. Там на конце в любой стране есть психологи. И допрочем та же психология в других странах развита гораздо больше, развита сильнее. К не относятся куда более серьезно, чем например в России. Но если следовать вашей логике, то там люди живут лучше. Но если там люди живут лучше, то почему же психология там развита сильнее? Она бы не развивалась сильнее, если бы для этого не было потребностей. И вот вам ответ на ваш вопрос. везде есть свои социальные проблемы. Абсолютно везде. Они разные для всех, они различаются, но они есть везде. И как вы говорите, серьезные социальные проблемы в России, так и серьезные социальные проблемы в других странах тоже есть, просто они касаются других моментов и не более того. Но этого вы не понимаете, потому что вы находитесь непосредственно с негативными последствиями вашего детства, вашего опыта именно в России. И вам качество в России хуже. На самом деле в любой стране есть свои проблемы. Просто не забывайте об этом и смотрите по тому как оценивают специалистов в других странах. Зачем ценить людей, если их услуги не национируют? Ну и их услуги не национируют. Наши проблемы есть, они просто разные. Вот эту разность проблем, различную природу проблем, вы пожалуйста постарайтесь не принять, не осознать, а хотя бы просто допустить. С этим можете поработать отдельно, попробовать показать вам насколько разными могут быть проблемы, но пока именно так. Далее когда вы перечисляете все что плохо, я бы хотел уехать из России забыть они, я бы хотел найти психолога, с кем можем работать онлайн. Ну собственно вы выбрали лучший ответ Екатерины, которая вам написала предлагаю услышать себя, что именно хотел бы принести поменять лучше своей жизни. Иногда мы много копаем за себе, но и так далее. Вы выбрали ее ответ лучшим и что вы с ней как работали, вы с ней не работали, не очень понятно, если честно. То есть если вы работали с ней, то что вам не понравилось или как. То есть вот этот вопрос не ясный. Если вы выбрали лучшим ответ эксперта, но по идее вы с ним и работаете. А если вы не собираетесь с ним работать или не собираетесь, то непонятно как вы вообще выбираете лучший ответ. То есть чем помог ответ этого эксперта? Вот для себя сами попробуйте определить. Вы же выбрали его лучше на чем вы основывались. Вот я например всегда своих клиентов спрашиваю если они приходят ко мне после выбора моего лучшего ответа, я всегда спрашиваю чем вам помог мой ответ, что вы для себя нового увидели в нем. Чтобы это стало связующей ниточкой между нами. Чтобы мы поняли что вам понравилось, что вы почувствовали да, вот оно мое. Понимаете? И на этот вопрос вам тоже нужно ответить. Потому что или ей написать, или с другим экспертом обсудить. И понимаете, если вы пишите, что я хотел бы работать с психологом онлайн, то вы делая лучший ответ эксперта, как бы говорите другим, что вот этот эксперт, я буду с ним работать. А теперь получается, что это не так. И не очень понятны критерии отбора этих самых экспертов. Далее, кроме того, если вы описываете проблему столь глубокую, то есть у вас там и обиды на родители, и социальные проблемы, и свои личностные комплексы видимо есть, то это все за один ответ, тем более такой короткий не решить и непонятно почему вы выбрали этот ответ лучше, но да ладно. Я просто хочу сказать, понимаете ли вы значение того, что делать. вот что я вам хотел спросить у вас. Далее ваш второй вопрос. Я хотел на проработе травмы детства. Родители друг друга не любили ругаться. Почему не любили, почему ради чего были вместе, что их выставляло быть вместе, если друг друга не любили. какой был принуждающий фактор, принуждающий остетоство для того, чтобы эти люди, не любившие друг друга, были вместе. Далее, ругались. Какой повод был для руган? То есть, что заставляло этих людей ругаться? Когда это надо был конфликт? Почему эти люди не могли его разрешить? Заметьте, люди, не ваши родители, не ваши мамы и папы, именно люди, потому они люди. Это органично укладывается в то, что я вам говорил до этого. Саля, мама была несчастна, девушка на всех была нездорова. Ну, давайте так, была нездорова чем? Как ее нездоровой влияло на ее злобу, аутоагрессию? Почему была несчастна? Что не счастлива? Ваша мама определенно в своем поведении походя на вас, ну, точнее, вы походите на нее. Вполне вероятно, что из-за того, что папа от вас отдалился, вы переняли модель поведения своей мамы, потому что папа от вас был далеко. Соответственно, здесь таким вот ключевым качественным моментом будет то, чтобы вы осваивали другую модель поведения. Для этого нужно понять модель поведения вашей мамы, чем она руководствовала. Далее. Она закончилась самоубийством. Как вам правильно сказал эксперт, один эксперт, уже на второй вопрос, суицид это аффект. Это всегда аффект. И на каждого человека этот аффект влияет по форме. Соответственно, надо разобрать, как вы восприняли это, ну, как вы это пережили, пережили или не до конца до сих пор понимаете, почему она так делала, обижаетесь на нее, например, думаете, что она эгоистка и так далее, и так далее, и так далее. То есть с этим схема разбираться. Далее. Папа адаптализовался от всего и не общался со мной. Ну, понятно, что он, скорее всего, испытывал чехосказ вины, он не мог находиться с вами, потому что вы напоминали ему о его жизни и уверен, что ваш папа не один раз думал о том, а у него на ли виноват в том, что случилось. Далее. вы пишите следующее. Я бы хотел найти специалиста, с кем можно проработать, с кем и детство. В частности, осознать, какие установки были приняты в детстве, положительные и негативные. Последние проработать, а первые усилить и простить отца. Ага, значит, ну, в принципе, у вас, как вам сказал эксперт, терминология хорошая, она прям вот как по учебнику, но есть некоторая рифинированность, размеренность, и, вот как вам сказал еще один эксперт, есть некое вот такое механическое отношение к этому. То есть, вы ожидаете, что установки будут найдены и вы ожидаете, что будут проработаны. Вы ожидаете этого. А ожидать не нужно, потому что ожидание в вашем случае, да и в любом случае, ожидание всегда ухудшает результат. Есть одно направление, это найти в детстве причины, которые мешают вам сейчас быть счастливым. И вот в этом направлении нужно идти. Что из этого получится? Это вопрос другой. Опять-таки, как вам правильно сказал эксперт, что ваше сознание может сопротивляться, и вы просто поставите блоки, и не будете принимать то, что, например, буду говорить вам я, или то, что будет говорить вам любой другой эксперт. И что тогда? получается, что ожидания будут ложными. Будет разочарование. А это еще больше вас отдали. Поэтому этого лучше не нужно делать. простить отца. Ну, про прощение отца мне хочется сказать так. Что значит простить? Давайте так сложим. Что для вас значит простить? Прощение для вас это что? Это что? прощать нужно точнее понимание прощения исходить нужно из того как вы воспринимаете человека. Как вы воспринимаете вашего отца? Вашего папа? Как вы его видите? как вы его воспринимаете? Кто он для вас? Я имею ввиду за что вы собираетесь его прощать. И понимаете если вы собираетесь прощать его за то что он сделал умышленно то есть по сути за то что он сделал по своему желанию и за то что он хотел это сделать то прощать вам некого потому что человек действовал в своих интересах человек поступил так как он считает нужным и так далее и если был нанесен вам вред в репутацию этого поведения то этот вред человека не интересует и прощать вам простить мой над того кто раскаивается он ваш отец не раскаивается если он испытывает звену за то что сделал если он раскаивается в том что сделал тогда простите пожалуйста насколько сильно он раскаивается готовы ли вы понять что человек ошибся сильно страшно больно но ошибся если вы сможете принять то факт что человек ошибся принять что любой человек может ошибиться и цена его ошибки тоже может быть любой то тогда вы сможете его простить это я вам говорю пока вот такой самой общей форме потому что готовность простить и желание простить это не одно и то же вообще говоря если вы прощаете человека то вы его прощаете просто сами для себя то есть вы просто поняли что нет негатива я понял я понял почему человек так поступил того чтобы понять нужно понять его субъективную сторону для этого необходимо больше информации пока вы не понимаете его до конца как человек да и как отца наверное тоже простить у вас его не получится я надеюсь что этот ответ у меня большой получился поможет вам прояснить немного ваши проблемы и поможет вам собрать некоторую базу некоторое направление для реальной работы со специалистами и я рекомендую вам все таки не затягивать поиск эксперта а начинает работать потому что ну за второй вопрос вы задаете в форме я хочу найти эксперта и у меня складывается ощущение простите это профессионально у меня складывается ощущение что вам удобно приятно чувствовать что вы что-то делаете чтобы изменить но реально вы не делаете ничего свое время находите возможно находите причины чтобы не работать с тем или иным экспертом то есть находите причины для того чтобы не начинать обижать свои проблемы а это по сути бег это по сути простинация тогда нужно говорить о мотивах об об обозначении смыслов того что вы делаете и о поиске большего количества смыслов того что вам нужно сделать на этом все надеюсь что помог вам если какие то вопросы остались обращайтесь в личку помогу если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи